Лента мёбиуса, приклеенная к столу. Полный граф на шести вершинах. Ну и заодно поговорим о проективной плоскости. Господа, лента мёбиуса получается, когда мы приклеиваем конец полоски, его перевернув. Это, конечно, знают все. Давайте сделаем сейчас три ленты мёбиуса. Берём лист бумаги, режем его на три одинаковые полосы, склеиваем и после этого сделаем ещё вот что. У одной из этих лент проведём среднюю линию и по ней разрежем. У другой вообще ничего делать не будем. И ещё у одной прямоугольник разделим на три равных прямоугольника и там проведём разрез. Смотрите, вот так вот делаем и ножницами разрежем вот это, при этом не забыв склеить вот эту вот сторону с этой при перевороте. Так, и здесь, конечно, тоже разрежем. А другую ленту мёбиуса разрежем просто-напросто по середине. Давайте посмотрим, что в таком случае получится. Вот они, три ленты. Они абсолютно одинаковые, полученные из одного листа размером А4. Итак, одну просто откладываем на будущее. Это просто лента. Эту будем резать посередине. Ну, я не целищ, что называется. В произвольное место вам знаю, ножницы. И режем. Вперёд, 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 вперёд. В общем, проблем никаких. Режем, режем, режем. Режем, режем, режем. Режем, режем. Я уже дошёл до места склейки. Всё. Стык произошёл. Смотрите, лента не распалась. Но, это, конечно, перекрученная. Перекрученная. Давайте поймём, почему она не распалась. Потому что, когда мы здесь разрезали, то фактически, вот по этому отрезку мы же подклеиваем сюда. Ну, и, соответственно, получилась такая вот вдвое более длинная и вдвое более узкая полоска, где вот это вот место склеилось и дальше подклеилось. Отлично. Между прочим, она уже ориентируемая. То есть, если вы двигались по ленте Мёбиуса, то легко увидеть, что у вас направление вращения изменится. Обычно это показывают, когда берут фломастер и просто идут по ленте. И идут, идут, идут. Давайте уж я традиционную работу сделаю. В произвольное место стоя фломастер. И рисуем, 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 рисуем. Все время я продолжаю ленту. Продолжаю, продолжаю, продолжаю. Ну, господа, единственная проблема, что он немножко пробивает через лист. Поэтому, на самом деле, вам сейчас мне придется поверить. Но если приглядеться, то становится все-таки очевидно, что действительно мы прошли по обеим сторонам. Точнее, у этой поверхности страна, на самом деле, одна. А если пойти здесь... Не, мне ее жалко. Не буду я ее портить фломастером. Ну, в общем, сами убедитесь. Сами посмотрите. В конце концов, склеите сами. Так вы не будете ее портить. Вот. Хорошо. Теперь, на 3. Нам много интереснее. Что это делать? Мы примерно делим отношение 2 к 1. Опять вонзаем должницы. И идем. Сейчас путешествие будет вдвое более длинное. На самом деле, я не очень слежу за тем, чтобы это было ровно 1 к 2. Мне важно, что с одной стороны существенно меньше, чем с другой. Для того, чтобы не перепутать. Вот. Произошел стык. Но, когда 2, то на этом путешествии закончилось, а сейчас оно не закончилось. Сейчас я режу, режу, режу. И все еще путешествие не заканчивается. Так, так, так. Я уже близок к завершению пути. Вот сейчас произойдет момент стыковки. Развинулся. Смотрите, что получилось. Получилась ленточка. И лента миобиуса. Я не зацепляю. Согласны? Вот эта лента миобиуса. Это другая лента. Я специально ленту чуть ближе к краю. Смотрите, не 1 к 3. Чтобы это получилось узкой. А это было бы видно, что это лента миобиуса. Вот. Давайте сравним. Вот она, наша лента. Согласитесь, что верхняя очень похоже. Перекрученная. И, собственно, сбасная лента миобиуса походит на ленту миобиуса. Отлично. Отлично. Давайте докажем, что здесь обязательно будет зацепление. Давайте сначала поймем, почему это лента миобиуса. Если забыть о верхней и нижней, а оставить только среднюю, то фактически мы склеиваем вот этот вот отрезок с этим. То есть делаем то же самое, что когда работаем с обычной лентой миобиуса. Так что это понятно. А если наоборот смотреть только на верхнюю и нижнюю, то фактически будет то же самое, что было здесь, когда разрезали пола. То есть мы вот этот отрезок подклеиваем сюда. Так что понятно, что это такое. Два перекрученная полоска и лента миобиуса. Но почему они обязательно зацеплены? Во-первых, для этого, в принципе, надо понять, что такое зацепленное. Смотрите, у меня два пальца, большой указательный, и здесь большой указательный. Согласитесь, что когда я вот так держу, и когда я держу так, это две совершенно разные ситуации. Если я не буду разжимать пальцы, то невозможно пройти. А здесь, пожалуйста, руками вложу в разные стороны. Если огромная разница между зацепленным и не зацепленным. Что такое К-6? Это шесть точек, каждая из которых соединена, хотите отрезком, хотите веревочкой, с каждым графом, полный граф на шести вершинах. Что значит лента миобиуса, приклеенная к столу? Да, вот что значит. Первое лента миобиуса. У нее, конечно, есть граница. Давайте подумаем, как эта граница устроена. Если идти, 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 то вы обнаружите, что в какой-то момент вы пройдете всю границу. То есть здесь нет двух границ. Потому что, смотрите, без всякого разрезания, когда у вас была обычная лента миобиуса, когда вы идете вот здесь, то вы потом перескакиваете вот в эту точку, то вот эта точка склеена с этой, вы шли-шли-шли, перескачили сюда, идете дальше. То есть получается, что граница имеет длину, удвоенная длина полос этого прямоугольника, и, собственно говоря, является окружностью. С точки зрения антополога граница – это окружность. Интересный вопрос. Зацеплена она или нет? На этот вопрос отвечает вот эта вот полоска. Нет, лучше я покажу эту. Смотрите. Когда мы разрезали, мы же могли сделать не такой разрез, что ножницами, а выжечь здесь целую полосу. И тогда фактически у нас получилось бы, что речь идет о полоске вдоль границы. Так что если мысленно вы сожмете эту полосу в одну линию, то вы и получите границу ленты Мербюса. Видно, что узла нет. Никакого узла нет. Перекручена лента. Но если от этой ленты оставить только ее среднюю линию, то это будет просто окружность пространства. Никакого узла здесь нет. Так просто узел в пространстве не завяжешь. Значит, граница ленты Мербюса – это обычная окружность. Отлично. Ну, что такое стол вы знаете? Давайте в ноль стола, пусть и выступит поверхность доски. Вопрос. Можно ли подклеить границу ленты Мербюса? Может быть, как-то при этом растянув. Представьте себе, что мы сделаем ее очень-очень растягиваем. Нельзя резать, нельзя склеивать, а как угодно деформировать можно. Можно ли приклеить вдоль всей границы ленты Мербюса к столу? Оказывается, конечно, на глаз это очевидно. Когда пытаешься прикладывать, то до какого-то места прикладывается, а дальше и хорошее возникает. Но как превратить это очевидно в математическую теорию? Для того, чтобы стало понятнее, что это имеет еще какое-то значение, давайте напомним, что такое проективная плоскость. Она получается, когда мы берем обычную сферу и объявляем противоположные точки сферы дождейственной. То есть представьте себе, что на Земле возникла новая услуга. Мгновенно и бесплатно перевезем вас из точки в антипадамию. То есть вы говорите «хочу» и все, и вы уже здесь. На самом деле на Земле много океана, 70% океан, поэтому в большинстве случаев вам будет плохо, вы окажетесь вовсе не на суше. Но тем не менее, если какой-то здесь устроить сервис, какие-нибудь аэродромчики здесь делать, это было бы очень удобно. Так вот, проективная плоскость получается, когда вы так делаете со всей сферы. Давайте подумаем, можно ли как-то проективную плоскость просто себе представить. Ну, один способ такой. Берем, отбрасываем южное полушарие. Остается тогда северное полушарие. А на экваторе надо каждые две противоположные точки, где тратят противоположные точки, склеить. Когда вы берете две точки, склеить не проблема. Берете еще две точки, это в общем тоже не проблема. Но так надо сделать, с каждыми двумя точками. И опять чувствуется, что это невозможно сделать. Хорошо. А давайте посмотрим на ту же самую конструкцию, чуть-чуть по-другому. Вместо того, чтобы полностью отрезать южное полушарие, давайте возьмем некоторый не очень большой, скажем, километр, неважно сколько, некоторый такой вот поясок. От экватора пройдем на север километр и на юг километр, или сантиметр, как хотите. Тогда получится полоска, расположенная вдоль экватора. Теперь, смотрите, что мы должны сделать. Отбросить не все южное полушарие, а все, что ниже этой полоски. Отлично. Разумеется, надо будет сохранить северное полушарие. Но временно давайте куда-то отложим в сторону и поговорим просто про полоску. У нас есть вот такая вот полоска. То есть, с точки зрения это полка цилиндра. Вдоль экватора идет такая штука. И мы должны диаметрально противоположные точки совместить. Как это можно сказать по-другому? А давайте половину этой полоски выбросим. Тогда ничего там не нужно будет совмещать. А совместим только эти два отрезка. Тогда у нас будет полоска в половину экватора. А эти два отрезка надо будет с перехлёстом склеить. Так это шлист Мёбиуса. И вот после этого, к этому листу Мёбиуса надо будет добавить то, что от северного полушария. Помните, мы временно отложили стоп, но сейчас надо вернуть. Но если вы подумаете, немножко поймете, что это то же самое, что к ленту Мёбиуса прилетит к столу. Потому что что такое северное полушарие? Это же фактически круг. Ну, это такая вот часть сферы. Но топологически такая часть сферы, это ровно то же самое, что круг. Можно просто опустить перпендикулярно. И топологический круг, и такая вот шапочка, это, конечно, одно и то же. Значит, задача о том, можно ли приклеить лист Мёбиуса к столу, самым непосредственным образом относится к тому, можно ли проективную плоскость изобразить в пространстве без каких-то странностей. Ну, конечно, нельзя. Конечно, нельзя. Мы это сейчас докажем. И для того, чтобы это сделать, мы докажем такой факт. Как не располагай ленту Мёбиуса в пространстве, средняя линия зацеплена с границей. Давайте, прежде чем подробно технические детали рассказывать, давайте я попытаюсь сюда объяснить, потому что. Вот есть ленту Мёбиуса. У неё есть средняя линия. Это понятно, да? У неё есть граница. Представьте себе, что мы сумели по границе приклеить ленту Мёбиуса к столу. Но тогда она будет либо с этой стороны от стола, либо с той. Ну, пусть с этой. И тогда вся средняя линия окажется над столом. Согласны? Но если мы сумеем доказать, что средняя линия обязательно зацеплена, то получится, что средняя линия зацеплена с окружностью на пустости. Ну, такого не бывает. Потому что средняя линия над столом, а мы приклеили границу ленты Мёбиуса к столу. Значит, граница ленты Мёбиуса стола на столе, а средняя линия над столом, такие две линии не зацеплены. Всё понятно? Всё понятно. Отлично. Теперь давайте доказывать. То есть, фактически, я сейчас буду доказывать вот этот вот, будет у меня очевидный факт, что как ни крути эту ленту, как ни крути другую, но расцепить их не сможем. В принципе, это довольно понятный факт. Тем не менее, давайте на нём поговорим. Потому что заодно мы узнаем довольно интересную вещь о полном графе на шести крышинах. Рисую ленту Мёбиуса. Я сейчас уже отмечу, что с чем склеено. Вот ленту Мёбиуса. Склеиваем край АВ. Вот с этим краем АВ. Средняя линия – это путь С, Д, Е, С. Такой вот цикл из трёх точек. И смотрите на краю, что у нас есть. А, Ф, Б и от В – А. Я утверждаю, что полный граф на шести точках А, Б, С, Д и Е можно разместить на ленте Мёбиуса без пересечений. То есть смотрите, когда у нас обычная плоскость, то вы можете легко разместить полный граф на четырёх решениях. Вот они, четыре точки. Каждая с каждой соединена пересечения её ребер-клит. А вот попытка, добавив пятую точку, не увенчается успехом. Почему? Потому что если он добавляет сюда, то с этой невозможно соединить без пересечения. Сюда с этой не соединяешь, сюда с этой не соединяешь, во внешней области с этой не соединяешь. То есть граф на четырёх вершинах полный можно нарисовать на плоскости, а на пяти вершинах нельзя без пересечений. Оказывается, в случае ленты Мёбиуса можно нарисовать полный граф на шести вершинах. Давайте это сейчас сделаем. Посмотрите, например, точка А у нас должна быть соединена с всеми точками. С В она у нас и так соединена. Вот. Вот он отрезок, соединяющий точку А с точкой В. С точкой С. Она соединена здесь. Но, между прочим, это ровно то же самое, что это. То есть это один и тот же отрезок АС. АД давайте написуем. АЕ. Наверное, разумно нарисовать вот здесь. АФ. Пожалуйста. Всё. Точка А соединена со всеми другими. Теперь соединяем точку В. В с С вот здесь. Или то же самое здесь, просто один и тот же отрезок. В и С соединили. В и Д. Имеет смысл, наверное, вот так соединить. В и Е. Давайте чуть-чуть потом. Давайте запомним. В и Е я пока не понимаю, как соединять так или так. В и Е. В и Е легко. Вот он отрезок В и Е. Всё. Точка В соединена со всеми, кроме В и Е. Мы его пока не провели. Теперь С. С, Д. Вот вам, пожалуйста. С, Д. С, Е. Тоже замечательно. С, Ф. Ну, здесь видно, что надо соединять вот так. А значит, отрезок В и Е давайте соединять вот так. Всё. Теперь соединили. Точку С тоже со всеми. Теперь надо соединять точку Д с точкой Е, с точкой Ф, ну, и точку Е с точкой Ф. Всё. Всё. Вот картинка, показывающая, как полный граф на шести вершинах можно нарисовать на ленте Мёббюса. И теперь давайте выпишем всевозможные пары треугольников. Дело в том, что технической лембой, которой всё это закончится, будет такая. Когда шесть точек общего положения расположены в пространстве, и мы для каждых двух треугольников, для каждого двух троих точек, которые через точек добиваются, смотрим, зацеплены они или нет. То есть смотрим, строго говоря, смотрим коэффициент зацепления по модулю 2. То сумма всех этих чисел будет нечётной. Вот сейчас давайте потратим некоторое время, выпишем всевозможные пары треугольников. Это очень несложно сделать, просто есть алфавиль не пристать. Смотрите, А, Б, С, А, Б, Д, А, Б, Е, А, Б, Ф, А, С, Д, А, С, Е, А, С, Ф, А, Д, Е, А, Д, Ф, и, наконец, А, Е, Ф. Я немножко не рассчитал, но тем не менее, их 10 штук. И, разумеется, напротив каждой тройки давайте напишем соответствующую ДЕФ СЕФ Дополнение СДФ СДЕ Вот всевозможные пары треугольников. Число сочетаний из 6 по 3 это 20. Собственно, 10 пар это они и есть. Теперь А как же А, Б, С это треугольник? А что это? А, Б, С. Значит, посмотрите, как я иду. Вот у меня есть точка А. Я иду к точке Б. Могу? Да. Могу. От точки Б могу идти к точке С? Могу. От точки С могу идти к точке А? Могу. Чем мне треугольник? Я прошел по трем от А до Б, от Б до С. А что это такое? Это три линии, я прошел по трем линиям. Они на ленте бёбруса расположены. В чем проблема? Угу. Нет, то, что он здесь не очень нарисован, ну, что я могу сделать? А, Б, Д и К, да? Что? А, Б, Д и выйти К, да? Еще раз. Идем от точки А, от точки Б, потом к С, потом к А, и мы уже вышли К, все. Не надо никакому Д ходить. У нас вот это вполне себе ответ на ленте бёбёса. Понятно? Да, так вот, треугольник действительно выглядит немножко странно, но он от этого не перестает быть треугольником. Давайте мы теперь все-таки посмотрим, во-первых, где у нас здесь средняя линия. Это что такое? Это СДИ. Согласны? Тоже треугольник вообще-то. СДИ. А где у нас граница? Это АФБ. Так? Давайте это место выделим. А БФ и СДИ. На самом деле нам нужно доказать, что зацеплена средняя линия с границей. Согласны? СДИ. Так вот, я сейчас проверю, что на самом деле все другие не зацеплены. Смотрите. Вот есть ремнии, ДЕФ. Понятно ли, что вообще-то можно ли оттуда плюс так продеформировать, чтобы он стал совсем маленьким? Нарисовывается маленький, маленький, маленький. Тогда, каким бы ни был АВЦ, но он туда будет где-то далеко, и они точно не будут зацеплены. А при эти деформации зацеплены или не зацеплены не меняются. Значит, в этом месте очевидно я ставлю минус. Только давайте, чтобы было понятнее, я буду ставить там, где видно, что вот этот треугольник стягивается. Вот, треугольник ДЕФ стягивается. Теперь АВД и СЕФ. Ну, смотрите, СЕФ, он тоже очевидно стягивается, потому что мы можем все предформировать так, чтобы сталманы, маленький, маленький. То есть, я здесь сталмаюсь. Хорошо. Теперь треугольник АВЕ. Вот он здесь написан. Очевидно, что можно его стянуть, остальные точки сделав далекими. Значит, я ставлю стягиваем сюда. Теперь АСД. Ну, не вижу, где тут у нас. АСД, БЕФ. Не вижу. АСД, АСД, вот он, треугольник АСД. Согласны? Он стягивается. треугольник АСД стягивается, ставим эти минусы. Так, АСЕ. Вот он, треугольник АСЕ. Он, конечно, стягиваем. АСФ. По-моему, с ним проблемы какие-то. Давайте посмотрим. БДЕ. Вот он. Он, очевидно, стягиваемый. БДЕ. Так, БЦФ. Да, тоже. Вот. БЦФ тоже очевидно стягиваемый треугольник. Так, что там еще? АДФ. Вот он. АДФ. Триугольник АДФ, конечно, у нас стягиваемый. И последний. АЕФ. Не вижу. БЦД. Как с треугольником БЦД. Вот и другим СД. Он тоже, очевидно, стягиваемый. Заметьте, в каждой строке я нашел стягиваемый треугольник. Это означает, что там зацеплений быть не может. Значит, если я буду знать, что общее количество зацеплений нечетно, то из-за того, что во всех других местах не может быть зацеплений, я тогда автоматически скажу, что вот оно зацепление. Заметьте, это при любом расположении ленты МЮПлюсов пространства, как бы мы ее не изгибали, не деформировали, все равно в этих местах не может быть зацепление, а в этом месте зацепление если общая сумма нечетна, то давайте нашу техническую лему о зацеплениях докажем. Во-первых, в принципе, что такое зацепление и каким образом здесь все это считать. Это придумал Гаусс. Замечательная совершенно идея, что когда у нас есть две линии, то мы можем посчитать, сколько раз одна сцеплена с другой. Давайте сразу один пример. Представьте себе, у нас есть круг и у нас есть другая линия, которая с этим самым кругом зацеплена. Вот смотрите, здесь она проходит снизу, а это здесь проходит. А здесь что должно быть? А здесь должно быть наоборот. Вот здесь должно быть снизу, а здесь сверху. То есть на плоскости, на картинке это все показывается вот при помощи до тех штук. Только очень важная вещь, когда вы идете вдоль кривой, там очень важно, что вы считаете, сколько раз вошли и вышли. Объясняем. Здесь есть круг, и вы зашли вниз и вышли. То совершенно естественно, что считать коэффициент зацепления надо не равным двойке, а равным нулю. Потому что у вас когда есть одна линия и есть над ней другая линия, то если вы будете вот это просто опускать, то в какой-то момент возникнут две точки, но вы входите и выходите. Поэтому разумно для подсчета коэффициента зацепления на каждой из этих линий ввести какое-то направление движения и соответственно договориться, что если вы меняете направление, то коэффициент зацепления меняет знак. Так вот, одно из определений такое, когда у нас есть линия, натянем на нее поверхность, интересно, из-за того, что такое натянем поверхность, но потом, сначала натянем поверхность и после этого, когда мы движемся по другой линии, когда мы входим, что называется, для этого поверхность ориентируемая, то есть там должно быть две стороны, одно направление считать положительным, другое отрицательным, так вот, когда мы входим, то считать с одним знаком, а когда выходим, считать с другим. Разумеется, можно наоборот, натянуть на вторую и пересекать первую. Оказывается, что коэффициенты будут одинаковые. И еще одна идея, можно вообще никакие поверхности не натягивать, а можно дать определение коэффициента соцепления прямо по диаграмме. То есть когда у вас нарисована проекция, естественно, не особо проекция, чтобы никакие три линии не переходили через одну точку, чтобы у нас не было касания, вот, если у вас правильным образом, не особо образом, спроецирована картинка, то можно прямо по картинке подсчитывать этот самый коэффициент зацепления. Давайте я пожалуй скажу, что значит натянуть поверхность на линию. Линию можно считать ломной. Вот представьте себе, что у вас есть пространство не самоприсекающееся такая ломная. Делаем очень простую вещь. Берем безвольную точку и просматриваем всевозможные треугольники. То есть вот такой треугольник, следующий отрезок опять с этой вершины, следующий отрезок с этой вершины и так далее. И вот все они вместе дадут ту самую интересующую нас поверхность. Она конечно будет в общем случае самоприсекающейся, но тем не менее с этим совсем можно разбираться. Я не буду сейчас это подробно делать, а вот каким образом определить коэффициент зацепления просто по диаграмме я пожалуй все-таки скажу. Смотрите, когда мы рассматриваем произвольную точку, то у нас на одной кривой есть направление движения, на другой кривой есть направление движения. И еще есть важная вещь. Проходим над или проходим вот какая из двух линий проходит над, а какая проходит тут. Так что на самом деле если представьте себе у нас есть первая линия и вторая линия, то в точке пересечения возможны такие картинки. Их не очень много. Давайте я их все сейчас нарисую. Когда у нас есть точка пересечения проходит первая линия и под ней проходит вторая линия. Это один вариант. Я разумеется всегда могу считать что первая линия у меня смотрит вправо. Представьте вот это первая линия. И возможно разумеется картинка когда наоборот первая линия над а вторая линия под и первая линия смотрит вправо. Вот такие два варианта. Но заметьте на самом деле короче не два варианта. На самом деле вариантов четыре. Потому что вторая может быть при этом ориентирована либо вверх либо вниз. Давайте я каждую из этих картинок скопирую и покажу эту ориентацию. Вот здесь у нас один смотрит вверх а здесь у нас смотрит вниз. Вот это вторая линия. И здесь вторая линия смотрит вниз. И здесь та же картинка тоже вторая линия идет в ход но при этом она смотрит вверх. Вот четыре картинки. Разумеется на любой геограмме можно посмотреть все точки пересечения и просто посчитать сколько таких картинок сколько таких сколько таких Замечательно Вот смотрите такая замечательная история Разумеется мы не должны брать эти картинки все со знаком плюс Я уже объяснял что когда зашло и вышло конечно надо чтобы они уничтожили это значит что если мы договорились например вот эту картинку брать за знаком плюс то непременно при изменении когда вот в этом месте идет наоборот здесь сверху первая снизу а здесь наоборот то эту картинку будем брать с минус соответственно вот эта картинка отличается от этой изменения в ориентации значит ее надо брать с плюсом ну а здесь соответственно надо брать с минусом потому что у нас поменялось только в одном месте вот ну у нас получилось некое число надо брать по всем точкам вот эти посчитать с плюсом эти посчитать с минусом Это будет неправильное число, потому что оно будет в два раза отличаться от коэффициента зацепления. Давайте поймем почему. Ну, собственно, эти картинки можете посмотреть, потому что у нас две точки, и хочется считать, что коэффициент зацепления ранее делится. Поэтому это надо разделить на два. Впрочем, можно договориться, что мы будем считать не все четыре эти вида, а, например, только картинки, когда первая линия проходит на вторую. В таком случае надо просто посчитать количество вот этих и вычислить количество вот этих. Как доказать, что получится все время одно и то же? Так называемое движение редмистера. Дело в том, что есть абсолютно несложный список преобразований, которыми мы можем из одной диаграммы получать другую. И все движения пространства, которые мы можем делать, на самом деле сводятся при проекции к этим преобразованиям. Преобразования такие. Когда у нас есть одна из кривых, то на ней можно завязать петельку. Это одно преобразование. Другое преобразование. Когда у нас есть на картинке какие-то две линии, то можно пройти вот так вот. То есть возникнут две точки пересечения. И третье, самое сложное. Когда у нас есть три линии, которые вот таким образом расположены, можно одну из них перенести. Ну, например, давайте вот эту сдвинем. Тогда во что она перейдет? Вот эти две останутся. Эти две у нас останутся. А эта сдвинется вниз. И она по-прежнему останется, что знаете, над ними. То есть будет вот такая вот картинка. Так вот, если вы для каждого из этих преобразований ядомиста проверите, что вот так вот вычисленное число зацепления не меняется, то вы, собственно, и получите доказательство того, что это дополнительный вариант. Ну, дальше уже надо объяснять вот его смысл про то, что сколько раз зацепляется. Не хочу сейчас это все делать, но одно замечание я все-таки сделаю. Не надо думать, что коэффициент зацепления полностью решает задачу. Есть совершенно замечательная картинка. Зацепление у Лайфина. Ну, то есть в пространстве это вообще не узел. Это просто окружность, но мы на нее смотрим так, что она выглядит как восьмерка. И давайте зацепим ее с окружностью. Что это значит? Это значит, мы идем здесь сверху. Так вот здесь окружность идет сверху. Там она, наоборот, идет снизу. Вот. Здесь она опять идет снизу, а здесь она идет сверху. Вот. Согласны, что мы действительно зацепили окружность восьмерка? Замечательно. А чему равен коэффициент зацепления? Нулю. Коэффициент зацепления нулю. То есть коэффициент зацепления не позволяет нам доказать, что эти две кривые нельзя расцепить. Хотя, конечно, расцепить их нельзя. И еще по поводу этой картинки стоит сказать два слова таких. Представьте себе, что мы вот эту восьмерку превратим в круг. Если аккуратно нарисовать, ну или просто из веревки сделать, вы обнаружите, что при этом вот эта вот окружность превратится как раз в восьмерку. Это замечательная вещь, когда на самом деле эти две кривые равноправны. То есть здесь нарисована, что вот эта, так сказать, окружность, а эта, так сказать, восьмерка, а можно наоборот, можно небольшим движением перенести картинку в такую, что наоборот, одна, которая раньше была окружной, станет восьмеркой, а та превратится в окружность. Хорошо. Это общие слова по поводу того, что такое кривистное зацепление. А теперь все-таки давайте разберемся с нашей задачей. Каждые две из них соединены. Возникает, как мы говорим, десять пар трех таких циклов. В каждом цикле три отрезка. Требуется доказать, что сумма коэффициентов зацепления нечетная. В пространстве расположен полный граф на шести вершинах. Для каждых трех его вершин смотрим цикл соответствующий. И для остальных трех вершин смотрим тоже цикл. Смотрим коэффициент зацепления, складываем все эти коэффициенты, берем остаток этой линии на два. Оказывается, что он обязательно будет равен единице. То есть, обязательно сумма коэффициентов зацепления нечетная. Доказать это можно следующим образом. Во-первых, показываем любой пример и высчитываем эти самые коэффициенты зацепления. Вообще-то один пример у нас уже есть. Вот он у нас. Вот он у нас. Пример. Здесь видно, что коэффициент зацепления действительно нечетный. Если хотите, можно взять какие-то просто конкретные шесть точек в пространстве. Например, мне нравится вот такая конструкция. Если мы с вами берем тетрайдер, в качестве точек берем A, B, C, D. Вот так, теперь что еще имеет смысл взять? Я возьму точку E около середины ребра AB внутри тетрайда. И точку F я тоже самое возьму около ребра CD более-менее посередине ребра. Давайте сейчас посмотрим те же самые треугольники, что у нас там уже выписаны. И каждый раз будем отмечать, когда очевидно нет зацепления. Смотрите, все здесь парты ребра выписаны. Сразу давайте пройдемся по грани. Представьте, есть грань ABC, есть грань ABD, есть грань ACD, еще есть грань BCD. Уже четыре минуса у нас есть. Теперь смотрите, треугольник ABE и треугольник CDF, разумеется, не сцеплены. Треугольник ABF и треугольник CDE вообще-то наоборот сцеплены. Поэтому здесь ставим приборщик. Так, ACE и BDF. Смотрите, здесь положено. Это вот такой треугольник, а не половинка. И BDF от него довольно далеко не сцеплены. ACE и BDE, конечно, тоже не сцеплены. ADE и BCF тоже, очевидно, не сцеплены. И, наконец, ADF и BCE тоже не сцеплены. Замечательно, вот очень просто расположены точки, и опять только в одном месте происходит зацепление. Значит, если я сейчас докажу, что для любого другого расположения четность такая же, как для этого, то задача будет полностью решена. Ну, с точностью до того, что надо было, конечно, подробно и четко рассказать, собственно, что такое коэффициент зацепления. Давайте работать. Пусть у нас есть любые шесть точек. И у нас есть вот эти конкретные шесть точек. Тогда, когда картинка включена. Мы можем взять те самые шесть точек, между ними есть вот какие-то линии, и потащить первую из них, чтобы она совпала с точкой А. Можно. Линии при этом, конечно, будут как-то, там еще можно еще сильнее запутываться, пожалуйста. Но удлиняя их, и без изменения количества зацеплений, мы, конечно, это можем сделать, продеформировать всю картинку. Потом вторую точку также перетащим в точку Б и так далее, и так далее. Все шесть точек можно заставить встать именно в эти места. Но при этом здесь у нас просто отрезок, а там это будет какая-то сложнейшая линия. Значит, я сейчас должен объяснить такую штуку. Если у меня есть какой-то сложно нарисованный граф на этих точках, и мы линию, которая там была хитро-хитро-хитро соединяла точки А и В, заменяем на отрезок АВ, надо объяснить, почему при этом коэффициент зацепления не изменит свою черность. Ну, смотрите, посмотрим изменение отрезка АВ на вот это. Вообще на какие треугольники здесь повлияет? Надо, чтобы обязательно входили точки А и В. Потому что если у нас в треугольнике нет ребра АВ, то где уж там в графе проходит, никого не интересует. Точки АВ – это вот эти четыре случаев. То есть мы с вами имеем дело, смотрите, с чем. Вот здесь вот у нас фактически тетрайдер. Помните одно из определений коэффициента зацепления? Когда мы смотрим на нашу линию, сколько раз проткнуло поверхность. Так вот, мы рассмотрим эти настоящие треугольники, точнее, треугольники с такими кривыми границами как-то, но тем не менее, поверхность найти можно. Это будет такой кривой тетрайдер, а мы заменяем отрезок на… Точнее, наоборот, кривую уже на отрезок. Господа, если у нас есть тетрайдер и есть цикл, то, разумеется, он пересечет этот тетрайдер в черное число раз. Все. Значит, действительно изменилось на четное число и… Ну, все. Значит, когда… Субтитры создавал DimaTorzok